В 193 повреждения на тепловых сетях обнаружили специалисты Барнаульской теплосетевой компании в рамках опрессовки. Она завершилась 29 мая, сообщают журналисты-комсомолки. С тех пор в круглосуточном режиме устраняют порывы. Закончить работы планируют к 6 июня, а дать горячую воду 7 числа. Кстати, сети ТЭЦ-2 начнут испытывать на прочность. С 18 июня продлится опрессовка до 27. Ремонтировать повреждения планируют до 11 июля. Так что запасаться терпением и водонагревателями теперь предстоит жителям, чьи дома расположены по контуру ТЭЦ-2. Серьезное ДТП произошло минувшей ночью в Бийске. Авария случилась в первом часу на перекрестке улиц Ленинградской и Чайковского. Столкнулись два легковых автомобиля. К счастью, все участники ДТП сообщают, бийские рабочие живы. На этом перекрестке, пишут журналисты, столкновения происходят часто. В качестве примеров приводят несколько видео. Основная причина – невнимательность водителей, которые не уступают дорогу автомобилям, имеющим, согласно правилам дорожного движения, преимущество проезда. Барнаульская школьница Аня Филипчук представит Россию на детском Евровидении 2018, сообщает Политсибру. Она стала победительницей национального отбора с песней «Непобедимые». Финал проходил накануне 3 июня в Международном детском центре «Артек». В жюри конкурсного отбора были Игорь Крутой, Лариса Долина, Лев Лещенко, Сергей Лазарев, Николай Басков, Олег Газманов. 13-летней Ане теперь предстоит защищать честь России 25 ноября в Минске. Татьяна Голубева, Наш Новости.